Наш гость Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Здравствуйте. Добрый день. Доброго дня. Прежде всего, хотел бы поговорить с вами о ситуации в Бахмуте. Она действительно сейчас непростая. Наши защитники перебросили туда подкрепление. Судя по карте, враг не жалеет ничего, никаких ни сил, ни средств, чтобы захватить город. Наступление ведет, я так понимаю, с пяти направлений и больше всего нажимает с севера. И вот замминистра обороны говорит о том, что потери противника очень высокие, намного больше, чем наши. И наши защитники уничтожают до 80% террористов. Но даже учитывая, что большинство вагнеровцев там уже уничтожены, на их место приходят регулярные войска, этого все равно, наверное, мало. Как я понимаю, они просто лезут там, как тараканы по трупам своих же товарищей. Это просто какой-то метод орды. Вот как с этим бороться? Нужно, наверное, просто море огня, чтобы их уничтожать. Если говорить о методах борьбы с именно такой тактикой ведения боевых действий, то, конечно же, в данном случае максимально оптимальным является применение большого количества артиллерии и минометов. То есть ствольная реактивная артиллерия и минометная огонь с, опять-таки, очень важный момент пропорциональным обеспечением практически боекомплектом всех типов подразделений. К сожалению, на сегодняшний день полноценно данный участок обеспечить необходимым количеством именно такого типа поражающих элементов не получается. Поскольку нам необходимо закрывать более широкий фронт, у нас достаточно большой фронт, по которому нужно отбивать регулярные штурмы со стороны российских оккупантов. И именно на Бахматском плацдарме у российских оккупантов есть возможность в той или иной степени перегруппироваться, передислоцировать, перемещать свои подразделения, например, с юга на север, опять-таки, для того, чтобы усилить давление на север. А почему стало усиливаться давление на север? Поскольку они там для себя увидели некое окно возможностей после того, как смогли физически перерезать М-03 трассу. Они увидели, что для них это открывается окно возможностей для окружения Бахмута и захода с северной локации в пригород города. И именно поэтому они давят с северной части. Южная, как мы можем видеть, там вообще полностью у них наступательная операция, как таковая, она заглохла с локацией Клещевки в направлении Ивановского, когда они пытались перерезать Т-0504. И вот перерезав М-03, вот, окно возможностей, начинаем давить. Но, опять-таки, они это все делают исключительно интуитивно, на каком-то интуитивном уровне. Но я бы это сказал так, рефлексия на какие-то определенные объекты, то есть если есть контроль на трассе, значит, нужно давить с этого направления. При этом они не понимают отражение полной картины ведения оборонных действий по Бахмуту. И даже если мы говорим о их продвижении в дальнейшем, опять-таки, в северном направлении, то они либо упираются в сам город, а это городские бои, а городские бои это намного сложнее, чем бои на открытом пространстве, и они в этом менее подкованы. И если говорить о продвижении даже по открытому пространству, то есть от трассы М-03 в направлении того же самого часа в Яр, то в данном случае это 4 километра по полю, а это 4 километра по чистому полю. И вот тут, опять-таки, фактор артиллерии и минометов должен играть очень важную роль. И если мы говорим о сужении фронта, как такового их атак, они сами себя заводят в некую такую ловушку, поскольку сужая фронт, они дают возможность нашей артиллерии и минометам, пускай они в недостаточном количестве, как хотелось бы, но более эффективно работать по этой площади более суженного фронта. Спикер МИД Украины Олег Николенко предупредил в Твиттере об очередном фейке РФ относительно ядерной безопасности. Вот Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия. Не ведитесь на российскую пропаганду, написал Николенко. Сейчас мы видим этот пост. Вот россияне часто обвиняют, знаете, других в том, что планируют сами. Вот подобные фейки стали для России уже привычными. Вот в сети распространяют вот эту фейковую информацию, якобы подготовки Киева, масштабной провокации для обвинения России в грубом нарушении требований Конвенции ядерной безопасности. Для этого будто бы в Одесский порт Черноморска завезли бочки с радиоактивным веществом, в результате чего работники порта получили радиоактивное облучение. Конечно же, Украина это опровергла, в том числе и на официальном сайте МИД Украины об этом сказано. Что вы думаете об этих фейках? Зачем они опять поднимают эту тему? Ведь это уже не в первый раз такое. Ну, они поднимали, поднимают и будут поднимать. В этом нет ничего удивительного, они будут продолжать это делать. Для них подобная тематика некой ядерной безопасности, химической безопасности, химического оружия и так далее, она весьма актуальна. Они через подобного рода распространение фейков даже пытаются угрожать. Поскольку уже все прекрасно понимают, то, о чем пытаются в своем информационном пространстве как-то предупреждать, назовем это так, российская пропаганда, это, по сути, анонс тех террористических актов и военных преступлений, которые она готовится сама совершать. Но если говорим о ядерной безопасности, то здесь все намного сложнее, поскольку Россия не решится на подобного рода какую-то масштабную провокацию, она может быть какого-то локального уровня. Не исключаем даже того, что это может быть определенного рода провокация, ну, например, где-то в районе Приднестровья. Мол, вооруженные силы Украины применили какие-то химические либо радиоактивные вещества по территории Приднестровья, и, следовательно, из этого может разрабатываться уже нарратив о том, что необходимо защищать русскоязычное население Приднестровья от... И вот от этого от и будет отталкиваться в дальнейшем их действия. Но это все настолько шито белыми нитками, просто, ну, кто в это поверит? Да, зачем в это... Кто в это поверит? Потребители информационного фастфуда где-нибудь в Мурманске, Магадане, Омске, вот эти поверят потребители. А все остальные их не интересуют. Ну, разве что те, которые тоже зашорены российской пропагандой где-то на Западе. То есть аналогично 24 февраля все началось, 22 года. А с 14 по 22 год, что происходило на Донбассе, регулярно, постоянно сообщали о каких-то обстрелах сбоку вооруженных силу Украины и прочих каких-то провокациях и акциях, которые российская пропаганда даже через ООН попыталась выносить как дискредитирующий Украину фактор. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Но я иногда даже не сомневаюсь в том, что в какой-то момент российская пропаганда может сообщить о том, что вооруженные силы Украины используют звезду смерти, подаренные им аннунаками с Нибиру. И именно РЕН-ТВ потребители информационного фастфуда поверят в эту информацию. То есть, ну, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Вот тут мы с предыдущим экспертом говорили об отношении Китая и к ядерным заявлениям России, и к поставкам возможного оружия. И вот интересная новость. Sky News сообщает, что космическая компания Space City, базирующаяся в Пекине, имеющая международную штаб-квартиру в Люксембурге, делала для ЧВК «Вагнер» аэрофотосъемки, производила. При этом публично руководство Space City заявляло, что компания соблюдает международные санкции против России и не поддерживает связи со страной после введения ограничений. США даже внесли эту компанию в черный список. Но трудно поверить, что в коммунистическом Китае кто-то мог бы делать вот такое без разрешения сверху. Как вы считаете? Ну, конечно, в Китае нет какой-то свободы воли, даже частных компаниях. Там вообще, в принципе, как таковых частных компаний нет. Все они в той или иной степени, но зависят от центра власти. Поэтому данные действия были согласованы с теми или иными представителями, опять-таки, властных структур, силовых структур. И если так, значит, данная компания Space City, она уже свою штаб-квартиру в Люксембурге, мягко говоря, уже не сможет за собой сохранить. И не только. Если будет доказан полноценно данный факт, она будет соответствующим образом уже внесена в черный список даже и в Европейском Союзе, как же иначе. Что же до остального? Ну, в данном случае мы говорим о спутниковых снимках. А если говорить о иной поддержке, например, снарядами, боеприпасами, техниками, такого формата поддержки со стороны Китая, то на сегодняшний день он не фиксировался. И та поддержка Китая, России, которая осуществляется, она носит вот именно такой вот латентный характер немилитарного, нелетального, скажем так, назначения. То есть это контрабанда разного рода запчастей, микрочипы, микросхемы, даже полупроводники, другие материалы. Но что касается летального вооружения, там, снаряды, боеприпасы и так далее, эти факты не фиксировались на сегодняшний день. Ну что интересно, видите, помогали не вооруженным силам Российской Федерации, а помогали ЧВК «Вагнер». Вот, давай им вот эти снимки из космоса, как я вижу. Именно «Вагнеру». Ну, это все зависит от глубины взаимодействия, поскольку, ну, говорим, ЧВК «Вагнер» должны подразумевать ФСБ. Тут все достаточно прозаично. Говорим ФСБ, подразумеваем в том числе их коммуницирующую постоянно структуру с ФСБ, находящуюся на одной линии, скажем так, противодействия МОРФ в межведомственной конфронтации. Это СВРРФ. Говорим о ФСБ и СВРРФ, подразумеваем, опять-таки, что подразумеваем Министерство иностранных дел Российской Федерации. То есть, вот таким вот образом мы можем проследить саму структуру подобного рода поддержки, почему она оказывалась именно так называемой ЧВК «Вагнер». Хочу процитировать. Трансийский режим все еще рассматривает возможность наступления на Киев. Захват Донбасса будет оставаться минимальной тактической целью. Так считают Бюро по защите Конституции Латвии. Вот. То, что в Москве продолжают сохранять надежду на какое-то наступление на Киев, это, безусловно, поскольку цель, которая была перед ними поставлена, она не была достигнута. Это оккупация Северной Аплодзарма и захват столицы. Следовательно, так или иначе, но этот вариант рассматривается время от времени. Но сил и средств на сегодняшний день для осуществления повторного вторжения на Северный Аплодзарм с целью захвата Киева у российских оккупационных войск нет. Причем их не хватает им критически. Если же говорить о поставках, то, безусловно, поставки вооружений играют очень важную роль. Международное сообщество сейчас наращивает максимально, возможно, нам поддержку всеми видами вооружения, а также боекомплектом. Но, конечно же, их следует наращивать еще больше, эти поставки, поскольку от них зависит успех контрнаступления не только, например, по какому-то отдельно взятому плацдарму или направлению. Мы имеем сейчас, скажем так, предпосылки к не короткосрочному завершению войны, это прекрасно все понимают, но условно, скажем так, к среднесрочному. Для этого необходимо соответствующее поступление, бесперебойное поступление техники и боекомплекта, без которого попросту не предстоящие, не последующие контрнаступления не могут быть успешными. Тут тоже интересные противоречия нашел некое. Издание Лавтампа со ссылкой на ежегодный отчет итальянской разведки, предоставленный парламенту страны, пишет, что Москва может использовать паузу в боевых действиях на фронте в Украине для подготовки к ведению длительной войны. Хочет использовать время затишья для перезапуска отечественного оборонного комплекса. Разведки других стран считают, что ресурсы России как раз-таки истощаются, им нужна война быстрая. Вот как это все сопоставить? Возможно, хотят захватить, что смогут, затем попытаться заморозить конфликт для перевооружения и снова его продолжить. Такими могут быть их планы? Заморозка очень выгодна российскому режиму. Именно заморозка конфликта, поскольку он позволит компенсировать потери, которые понесли за 22-е и уже 1-е и начало 23-го года российские оккупационные войска. Действительно, они смогут адаптировать свой военно-промышленный комплекс уже не с формата обслуживания и ремонта, а также модернизации техники, а более-менее в состоянии производства определенное. Причем, в первую очередь, будет сделана ставка на артиллерию, производство снарядов и ракетного вооружения. Поэтому любые паузы не на пользу вооруженных сил Украины и Украины в целом, поскольку это позволяет российским оккупантам действительно накапливать ресурс, создавать новые подразделения, вплоть до создания полноценного ударных группировок. И если говорить о какой-то скоротечной войне, то и скоротечная война на сегодняшний день российским оккупантам, ну, скажем так, не светит, поскольку ресурсы для того, чтобы в краткосрочной перспективе захватить какое-то большое количество территорий, обширных территорий, опять-таки, у них нет. Поэтому только лишь цель — это пауза. Как она будет достигнута? Мирными, эфемерными мирными переговорами или еще каким-то другим путем, сложно сказать. Но, скорее всего, именно к мирным переговорам Россия, а также ее сателлиты, будут всячески подбивать международное сообщество наших партнеров. Но позиция Киева в данном вопросе очень важна, поскольку именно от позиции Киева, а именно никаких мирных переговоров до полного освобождения всех территорий Украины согласно 1991 года, быть не может. Это очень важный фактор в том, чтобы Россия не смогла восстановить свои боеспособности. Ну вот по Бахмуту последняя новость. ВСУ не будут отступать из Бахмута. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Я процитирую. Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседание штаба принимается уже соответственное решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет. Хотел бы еще о ядерной безопасности поговорить. Вот 27 февраля в районе Запорожской с инспектором АГТ зафиксировали десятки взрывов от артиллерийских обстрелов. По их сообщению зафиксировано около 20 детонаций. Для чего Россия снова идет вот на такие горячие провокации? Как всегда, когда Россия ощущает, что наступает какой-то момент критический для удержания той или иной территории, той или иной локации, она начинает включать режим шантажа. Зачастую российские, в основном эти все пиар-технологи и прочие, они считают, что самый эффективный это шантаж ядерного формата. Угрожать тактическим ядерным ударам или, например, стратегическим, конечно же, никто не будет. Поэтому угроза ядерной катастрофы через повреждения атомной электростанции. Вот это тот формат, который она использовала в 2022 году и который будет использовать в 2023. Конечно же, никто не говорит о том, что она это сделает, поскольку сейчас, если мы говорим про запорожскую атомную электростанцию, то на Южном плацдарме у них находится довольно-таки серьезный контингент, который в случае катастрофы на Запорожской АЭС попросту становится небоеспособным и не способен удерживать эту территорию. С другой стороны, следует понимать угрозу следующего порядка. Создавая вот такие вот провокации демонстрационные, чтобы все их видели, Россия применяет боеприпасы, которые уже давным-давно, мягко говоря, ну, нежелательно применять, поскольку они несут угрозу даже для применяющего. Они вышли из срока годности, они находились в хранении не наилучшим. И в целом боеприпас, российский боеприпас, это изначально очень опасный объект, который может себя непредсказуемо вести. Поэтому есть угроза вот такого вот какого-то совершенно непредсказуемого ЧП, который может произойти. И вот эти все провокации с российской стороны, они несут именно такого характера угрозу. И это очень опасно. Вот возвращаясь в зоне боевых действий, в сети появилось эпичное видео, которое создали вот опять-таки российские пиарщики, с которых уже многие просто смеются. Опубликовал это видео телеграм-канал «Кремьевский цирк». Вот на нем показано, как подразделения Росгвардии зачищают захваченные дома. Давайте немного посмотрим, а потом обсудим. Чисто! Под кирпичами. Вот особо мне понравилось, знаете, оператор уже находится в доме, в который врываются эти российские рэмбы, да. Вот идет впереди, собственно, штурмовой группы. Камерой дорогу прокладывает. Ну, пропаганда, она такая, конечно, отважная. Вот подходят к печке, а там как раз гранаты лежат. Ну, что ж поделать. Показывать-то какую-то победу, какие-то достижения не могут с поля боя. Ну, вот и создают вот такие вот сценировки на локациях, которые временно ими захвачены. Да, ну, очевидно, что это в данном случае исключительно сорежиссированная постановка и ничего другого. В целом, таких постановок достаточно большое количество было и в 22-м году, и в 23-м будет аналогично. И их будут скамерить, опять-таки, тем потребителям информационного фастфуда, которые лишены элементарного критического мышления. Сегодня была информация интересная о том, что не хватает рабочих рук в России на предприятия, на заводы, на какие-то должности, где нет людей, хотят брать на добровольной, конечно, как говорят, основе заключенных из тюрем. И вот на этом же фоне интересная информация, что 15 лет за дискредитацию участника так называемой СВО хотят давать в России. Завтра этот законопроект должна утвердить их Дума во втором чтении, уже 14 марта, в итоговом третьем. И вот тут, кстати, недавно прочел Ольги Романовой, главы организации «Русь сидящая», о том, что переполошились мамы призывником, в том смысле, что их сыновьям придется служить рука об руку с настоящими преступниками, а те вот даже рассказать об этом не смогут, не нарушая закон. И тюремные правила ведь станут понемногу переходить в армейские. Да, вот что дальше? Смотрящие за казармами генералы в законе. Ну что ж, когда-то во время Второй мировой войны такой уже прецедент был, и именно дедовщина в советской армии появилась после того, как криминальных элементов в советской армии было не меньше, чем тех, кто шел добровольно служить, и кого мобилизовали. Собственно, это будет следующий этап деградации, в первую очередь, следующий этап деградации российской армии, безусловно. Ну и, что немаловажно, то, что в России репрессивный режим, он становится все более жестким, а это значит, в отношении особенно так называемой дискредитации, так называемой СВО, хотя что там еще дискредитировать? По-моему, даже российская армия сама дискредитирует свои действия лучше кого-либо иного. Но, в целом, вот этот репрессивный формат, он вызван тем, что есть намек. Есть намек на то, что военно-политический режим России, он будет придерживаться именно плана по максимальному затягиванию войны, и, чтобы было минимум какого-либо недовольства происходящим, конечно же, ужесточаются вот эти вот меры относительно любой критики в отношении войны, которая происходит в Украине. В Московской области, в районе Коломны, неподалеку от объекта, принадлежащего Газпрому, упал беспилотник. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости. Вот так же вчера в Адыгее, что в Южном федеральном округе России упал неизвестный летательный аппарат, об этом сообщил глава этой республики. Ночью в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе Роснефти. Об этом издание «Медуза» и «База» сообщали. Они сообщали, что это была атака беспилотника. А вот в Петербурге закрывали воздушное пространство, да, и даже поднимали истребители вот из-за этих НЛО. Что у них там на России происходит вообще? Ну, я не знаю. Мне кажется, кружок аэролюбителей перестарался на самом деле, поскольку никаких официальных заявлений относительно того, что со стороны Украины, о том, что вооруженные силы Украины могли к этому иметь какое-то отношение, мы не слышим. Только лишь какие-то голословные обвинения со стороны российских оккупантов, их официальных представителей уже. Но с другой стороны, вот тут очень интересно. То есть, если они считают, что Украина имеет возможность проникновения в воздушное пространство Российской Федерации на сотни километров некими своими объектами, дронами или БПЛА, кто знает, и даже наносить удары по ряду объектов, разрушительные удары, возникает вопрос, а где, собственно, российское ПВО? Почему российское ПВО не защищает воздушное пространство России от каких-то посторонних агрессивных объектов опасных? Мне кажется, тот, кто обвиняет сейчас Украину в том, что она наносит удары по территории Российской Федерации своими БПЛА, он как раз и подходит под вот эту вот статью про дискредитацию российской армии. Потому что, ну, все же знают, что российское ПВО, оно одно из самых лучших в мире. Ну, а, насколько известно, позиция Украины в этом плане достаточно прозаична. Это не мы. Ну, и заканчивая нашу беседу, я хочу вот информации о том, что сегодня в Санкт-Петербурге и в России будут тестировать сирены в городах. Ну, наверное, пусть привыкают. Спасибо вам большое за ваше пояснение. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление, был в нашем эфире.